Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло уже 78 лет, но до сих пор в списках пропавших без вести значатся именно более полутора миллионов советских солдат, отдавших свои жизни ради победы. Установлением личностей безымянных героев занимаются члены поисковых отрядов. Благодаря их деятельности несколько тысяч неизвестных солдат вновь обрели свои имена, а родственники узнали, где похоронены их близкие. Но иногда установить личность бойца не удается, и тогда неизвестный герой находит вечный покой на той земле, со освобождением которой он погиб. В 1943 году в боях за освобождение Славянского района погибло более 18 тысяч бойцов Красной армии. Имена большинства из них удалось установить. Они выбиты на гранитных плитах памятника пропавшим без вести. И, возможно, среди этих фамилий есть фамилия и имя бойца, останки которого были найдены при строительстве новой трассы рядом с хутором Прикубанский. Это боевое захоронение. Что значит боевое захоронение? Подразделение, то есть, ну, может, рота, может, какое подразделение, трудно сказать, идет в бой. Он явно был убит осколком. Может быть, разрыв мины был или еще что-либо. И он так и остался в этой воронке. Он захоронен очень, практически присыпан, потому что высота захоронения, если плугом цепляли каску, каска вся плугом посечена была, то вы сами понимаете, что это боевое, это не захоронение после боя, это чисто захоронение боевое. Скорее всего, это боец 389-й стрелковой дивизии. Именно по этой территории проходила ее полоса наступления. К сожалению, никаких документов при нем обнаружено не было, поэтому установить имя героя практически невозможно. При нем никаких не было познавательных знаков, чтобы установили личность его. Но однозначно при нем было оружие советского производства. Да и лежал он в позе наступательного, как он шел в атаку, так вот он и упал вперед головой. Это был молодой парень, возраст может быть 25-30 лет максимально, не очень высокого роста. Останки героя решили перезахоронить со всеми почестями на сельском кладбище хутора Прикубанского. Он найдет последнее пристанище на земле, за которую воевал. И здесь его всегда будут помнить и чтить. Я хочу сказать, что наш великий полководец Александр Васильевич Суворов сказал, война будет закончена тогда, когда будет перезахоронен последний наш воин. Поэтому сегодня мы перезахороним останки нашего красноармейца в Прикубанском поселении. Вечная ему память и слава. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Эти слова высечены на могиле неизвестного солдата в Москве. И таких неизвестных героев миллионы по всей стране. Поисковые отряды продолжают свою работу. Только на территории нашего края числится более 570 тысяч бойцов, имена которых или место их гибели неизвестны. И каждый найденный, установленный и погребенный с почестями солдат – это победа памяти над забвением. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».